Привет, привет, дорогие подписчики и всем, кто смотрит мои видео. Существует и легко можно найти в интернете множество методов проверки катушек зажигания. В этом видео я покажу свой простой метод и что нам для этого понадобится. Понадобится кедровский испытанный метод на протяжении многих лет и поможет еще современной технологии. Если вдруг ваш двигатель начал троить, потерял мощность, иногда при наборе оборотов требежит и мигает чех, то, конечно, в первую очередь появляются мысли о неисправности катушек зажигания. Как перепроверить свои подозрения и вычислить, какой из катушек не работает. Все очень просто. В первую очередь диагностируем двигатель вот таким простым и дешевым прибором OBD-2. Этот прибор должна лежать в пардачке у каждого современного автовладельца. Рекомендую купить ее на Алиэкспрессе, так как там стоит очень цешево. Ссылку оставлю ниже под видео. Проникаем в мозги автомобиля и читаем, что ему не нравится. Если причина в неисправности катушек зажигания, то обязательно мы увидим в нашем сканере вот такие ошибки. Пропуски воспламенения в цилиндрах. Например, после диагностики программа нам говорит, и мы выяснили, что пропуски имеются в первом цилиндре. Ошибка P0301. Это нам говорит, что подозреваемая катушка первая, которая обеспечивает подачу искры в первом цилиндре. Если, например, во втором цилиндре, тогда будет ошибка у нас P0302. Если у нас, например, есть ошибка P0301, что мы делаем после этого? Чтоб убедиться причиной ошибки и неисправной работы нашего двигателя именно в первом катушке. Или нет. Или может сама свеча, форсунка или что-то другое виновата в неисправности. Сначала с помощью сканера OBD2 стираем ошибки из мозга автомобиля. Потом открываем капот и, если подозреваемая катушка первая, тогда вынимаем ее из своего гнезда и переставим, например, во втором цилиндре. А вторую катушку со второго цилиндра вставим в замену в первом цилиндре. Тут уже нам помогает испытанный дедовский метод. После этого заводим двигатель и ходим несколько километров и наблюдаем, траяние исчезло или нет. Если нет, снова подсоединяемся к мозгу автомобиля и читаем, что ему не нравится. Смотрим внимательно. И если сканер нам говорит, что ошибка переместилась с первого цилиндра во втором, тогда на 100% можно сказать, что причина именно в катушке зажигания, которая первоначально у нас была установлена в первом цилиндре. И когда мы ее переместили во втором цилиндре, конечно, из-за неисправности катушки ошибка переместилась во втором цилиндре. Если вы убедились, что причина поломки именно в катушке, не спешите ее выбрасывать и покупать новой. Сначала хорошо исследуйте ее. Особенно обратите внимание на резинки. Если на резинках имеются трещины или хоть или заметные дырки, то с большой вероятностью катушка пробивает искру на корпус двигателя. И вот по этой причине она в непригодном состоянии. Попробуйте заменить резинку. Если резинку невозможно достать именно для этой марки катушек, часто они подходят и из других марок автомобилей. Например, в Шигулевске часто подходят и они продаются практически везде в магазинах. Если купленная резинка чуть по длине и по длине резинки не сходится, то легко можно ее укоротить. Надевайте ее и попробуйте, как ваша машина будет ходить. Если не помогло, тогда уже, конечно, покупаем новую катушку. Ну и в конце хочу выразить благодарность за просмотр этого видео. Просьба подписаться на канал, комментируйте и ставьте палец вверх.